Мысленный настрой можно передавать и другому человеку, подпитывая его духовной энергией. Вот случай из практики всемирно известной целительницы Джуны Давидашвили. Однажды, поздно вечером, в мою квартиру робко позвонили. Я выскользнула из постели и открыла дверь. Вошла молодая, но измученная женщина с заплаканными глазами. Джуна, помогите мне, мой сын умирает. Я быстро оделась и мы пошли в ночь. Когда мы вошли в дом, все взгляды устремились на меня, все ждали чудо. Мальчик едва дышал. Видимо, начался отек легкого. Мы уже ничем не можем помочь, прошептал один из врачей. Внезапно открыл глаза умирающий мальчик. Он смотрел на меня такой мольбой, что я стала молить природу помочь мне. Я коснулась мальчика, а потом молча проделала все возможные известные мне манипуляции. Работала долго и истово. И я понимала, что ребенок умирает. И когда закончил свою работу, молча пошла к двери. Мать с надеждой кинулась ко мне. Скажи, Джуна, мой ребенок будет жить? Но я ничего не сказала ей в ответ. Сердце мое наполнилось болью и слезами. Я дала волю слезам. Спешила поскорее увидеть своего маленького сына. Ровесника того несчастного малыша, которому ей оказалось бессильно помочь. Быстро разделась и легла рядом с сыном. Ваха ее сын. Так ее зовут. Ваха, наверное, уже давно видел десятый сон. А я никак не могла заснуть. И все теснее прижимала к себе его маленькое тельце. Мне вдруг показалось, что рядом со мной не мой сын, а тот посиневший, задыхающийся мальчик, умирающий не в том незнакомом мне доме, а здесь, рядом со мной. Обнимая Ваха, я стремилась скорее согреть его кровь. Молилась сына, который как будто стал тем несчастным мальчиком не покидать меня. На дворе стояла глубокая ночь, а здесь сквозь мои руки как бы проходили теплые лучи солнца, свет звезд, сияние радуги, шелест дождя и шепот листьев – все, что связывает человека с жизнью. Все то, что дает ему силы. Мои пояснения. В трудный момент вы можете использовать вышеописанное и спасти жизнь своим близким, а то и саму себе. Продолжаем. Я давно уже потеряла счет времени, и жизнь моя мысленно перелилась в жизнь малыша. Сердце мое помогало биться его сердцу, и я чувствовал только, что тело маленького человека наполняется какой-то светоносной силой. Утром меня разбудил резкий телефонный звонок. Джуна, спасибо! Моему сыну лучше! Врачи теперь дают надежду! Субтитры создавал DimaTorzok